Добро Вячеславовича Толстого «Война и мир» нам расскажет педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы Вячеслав Лапашов. 2010 год. Поселок Праце, Чехия. Музей. Махилумио называется. Опускаются стекла, опускаются зеркала с потолка, гасится свет. И в маленьком зале, маленького музея, в котором нахожусь почему-то я один, в этом огромном музее, звучат слова капитана Тушина, исполнения актера Трофимова. Нет, голубчик, я говорю, что коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся. Так-то, голубчик, да бойся, не бойся, все равно не минуешь. А все боишься. Боишься неизвестности. Вот чего. То-то. Вы артиллеристы и ученые от того, что вы с собой можете везти и водочки, и закусочки. А владелец мужественного голоса, видимо, пехотный офицер засмеялся. А все боишься. Боишься неизвестности. Эти слова капитана Тушина так далеко от страны, они буквально меня сполошили до нельзя, опустили стекла. И получилось так, что я оказался в эпицентре сражения при Бородино. Ну, как бы снималось оно при сражении при Аустерлице, но там были разные отрывки из фильма «Война и мир». И все это вокруг меня. Одного носил из кавалерии, стреляли орудия прямо над ухом, шла в атаку пехота. Это было вот нечто. Хотя эту книгу, которую я вам сегодня рекомендую, я начал изучать в школе. Узучал очень внимательно и тщательно. А потом ее еще раз 5-6 или 7 прочитал просто так, чисто для себя. Потому что каждая строчка этой книги, она имеет огромное человеческое значение. Это было 200 лет назад. Это с 1805 по 1812, потом 13, заканчивается 20-м годом прошлого, позапрошлого уже столетия. Но 1805 год, он нас мало коснулся, он происходил на территории Европы. Да, это было, мы помним, сражение при Шенграбине, сражение при Аустерлице, очень неприятное для всех. Потом этот тильзийский мир. А дальше, а дальше вторжение Наполеона 24 июня 1712 года, переход Неман через Неман. Полмиллионная армия, 500 тысяч человек, почти 600 тысяч человек против 300 тысяч русской армии. Это было неизбежное отступление. И здесь, здесь в этой книге показан героизм русских солдат. И здесь очень интересный воспитательный процесс, идеи политесса, отношения к людям, отношения друг к другу, правильного высказывания. Здесь, правильно прочитав эту книгу, можно научиться говорить. Понимаете, в чем дело? Как строят предложения. Даже обратите внимание, Платоша Каратаев, обращаясь к Пьеру Безухову в плену, «Неправильно вы, барин, картошки кушаете». Вот понимаете, как обращает, он все равно понимает, что он солдат, а это барин. И он к нему обращается, «Неправильно вы, барин, картошки кушаете». И когда Пьер Безухов попробовал эту горелую картошку, я не пробовал кушание вкуснее, чем было вот это. Вы понимаете, отношения и самих крестьян, и солдат к офицерам, офицеров к солдатам. Ну, есть и пренебрежительные моменты, конечно, когда их не считали вообще ни за что. А есть так, как бережно относились офицеры к своим солдатам. Тот же пример капитана Тушина при Шенграбинском сражении. Тот же самый капитан Тимохин со своей ротой, который остановил наступление целой дивизии Фриана. Это целый мир, вы понимаете, в чем дело? Бородинское сражение описано гигантски, партизанское движение. Ну и вообще все главные герои. Главные герои – это, в принципе, весь русский народ, все слои русского общества. От крестьянина до императора Александра. Я просто рекомендую всем почитать вот эту книгу «Война и мир». Это можно взять четырехтомник, можно взять другие тома. Они есть. Описаны очень великолепно нашим русским нормальным, красивым литературным языком. Посмотрите, это и история, это и наука, это искусство, это литература в первую очередь. Просто очень рекомендую всем почитать эту книгу.